18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Участки с разрешением на строительство должны продаваться с инженерными коммуникациями. Заявление главы города на встрече с журналистами. Летний отпуск в Анапе. Наш город стал одним из лидеров по результатам анализа раннего бронирования отелей. Кубань представит лучшие. В Анапе состоялся завершающий этап регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills. Начнем с главного. Пятерых детей, поступивших в минувшее воскресенье в городскую поликлинику, жалобами на слабость и головокружение выписали. Но домой они уедут завтра. Сегодня специалисты подготовят помещение для возвращения ребят. Все пострадавшие проживают в селе Цибанабалка. Самому младшему из них год, самому старшему – 11 лет. Семья находилась в частном сельском доме с газовым отоплением. Дети поступили вчера доставленной скорой помощью в 17 часов. Первая скорая помощь госпитализирована жалобами на головокружение, тошноту и слабость. Это первые симптомы, которые, в принципе, должны настораживать. И если они возникают у всех одновременно, они возникли у всех одновременно и у матери, и у отца, и у бабушки в данной семье. Поэтому они и вызвали скорую. По словам медиков, все симптомы указывают на отравление угарным газом. На место выезжали представители Анапу Горгаза. По их словам, оборудование в доме новое и находится в исправном состоянии. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту отравления людей. На минувших выходных свой профессиональный праздник, День российской печати, отметили журналисты. 315 лет назад, 13 января, вышел первый номер русскоязычного печатного издания «Ведомости», основанного указом Петра I. Он рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформы и утверждения могущества Российской империи. В современной России праздник был возрожден только в 1991 году. Анапские журналисты в этот день побывали на обзорной экскурсии в винодельческом доме Ивана Каркизиде. Это предприятие занимает особое место на эно-гастрономической карте страны. Продукция ее отмечена наградами престижных международных выставок и известна не только в России, но и за рубежом. Здесь же с руководителями и сотрудниками ведущих средств массовой информации Анапы встретился глава нашего города и председатель муниципального совета депутатов. Помимо слов поздравлений, разговор зашел и о проблемах, которые сегодня особенно остро стоят в Анапе. Одно из болевых мест – ситуация с землей. Знакомая всем история, когда купив участок под индивидуальное жилищное строительство без тех условий, счастливый обладатель земли узнает, что подведение воды и прочих благ цивилизации в стоимость участка не входит. Крайне в этой ситуации остается не продавец, а администрация города, куда приходят жалобы. Для решения этих проблем приходится отвлекать бюджетные деньги, которые могли бы пойти на социальные программы. И здесь глава города намерен навести порядок. Вот человек продает 10 участков. Пусть он принимает какое-то участие. Он заранее должен проложить трубы под канализацию, под воду или принять какое-то участие в тех условиях в развитии, чтобы притянуть эту воду или газ на эти участки. Логично или нет? Сегодня мы получаем сотни жалоб от людей. Нет воды, нет газа. Помимо этого изменения коснутся и застройщиков. Сегодня кардинальным образом меняются подходы к возведению многоквартирных домов. Были и парковки, там строились школы, садики, спортивный объект. То есть людям потом было комфортно жить, они создавали садик и школу. Вы знаете, что мировой опыт. И у нас есть целые регионы, когда должны быть в шаговой доступности. Вышел ребенок из подъезда, и вот он в школе, вот он в садике. Сегодня Юрий Федорович проявил мужество и поставил «нет, стоп этому беспределу». Предполагается, что эти вопросы будут рассмотрены на Совете муниципального образования. Ближайшая сессия состоится в начале следующего месяца. Анапа снова в числе лидеров. Наш город-курорт входит в топ-10 самых популярных курортов нашей страны, где россияне проведут свой летний отпуск. Рейтинг составлен российским сервисом аренда жилья для отпуска по результатам анализа раннего бронирования отелей и апартаментов для проживания с июня по август нынешнего года. Кроме Анапы, в первую десятку вошли еще три курорта Краснодарского края – Сочи, Геленджик и Ейск. И также шесть курортов Крыма – это Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Алубка и Севастополь. Причем для отдыха с детьми наибольшим спросом пользуются Анапа и Евпатория. По данным твил.ру, российские туристы бронируют летний отдых в среднем на 12 ночей и платят за проживание 2200 рублей в сутки. Дешевле всего удастся отдохнуть в Анапе и Феодосии, а дороже всего в Сочи и Севастополе. Курорты Краснодарского края по праву занимают лидирующие позиции среди самых популярных направлений летнего отдыха россиян. На сегодняшний день в регионе создано свыше 600 объектов туристского показа. Из них 460 работают круглогодично. Только в 2017 в крае открыты почти 60 новых объектов. По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, в прошлом году объекты турпоказа посетили более 8 миллионов человек. Это на 23% больше, чем в 2016. Большой популярностью пользовались объекты культурно-познавательного, сельского, винного и олимпийского туризма, дельфинарии, аквапарки и природные достопримечательности. До выборов президента Российской Федерации осталось чуть более двух месяцев. Голосование пройдет 18 марта. Выдвижение завершено. ЦИК зарегистрировал 20 кандидатов. Как жители Анапы готовятся к этому знаковому для страны событий, и почему считают, что принять участие необходимо, наша съемочная группа узнала мнение горожан. Именно свой выбор, не то, чтобы за нас кто-то выбрал. Мы же сами выбираем себе президента. Значит, должны прийти на выборы и выбрать президента. Мы все время кого-то выбираем. То в Думу, то мэра, то еще кого-то. Каждый раз на выборы хожу. Каждый голос важен в решении, кто будет избран президентом. Поэтому я пойду на выборы. Проявить свою гражданскую позицию. Почему? Потому что от каждого человека зависит. Каждый голос важен в этом выборах. Поэтому пойду. На выборы пойду обязательно. Презоборный участок у нас в седьмой школе. Потому что меня устраивает полностью та политика, которую проводит наше государство сейчас. Особенно внешне. У меня гордость за нашу страну. На выборы нужно идти. Почему? Потому что, ну, во-первых, это, ну, может быть, банально скажу, от нас это зависит. Но, тем не менее, это факт. И чем больше будет голосов в ту или другую сторону, даже изберется не мой кандидат. Это будет уже показатель к тому, к чему нужно прислушиваться нынешней власти. Я так думаю. Поэтому идти, конечно, нужно делать свой выбор. Чтобы потом не плакать, не сетовать. А вот все равно без нас все решили. Мы в этом обществе живем, в демократическом, в избираемом. И мы должны кого-то выбрать. Причем лучшего. Значит, надо идти и выбирать. Только так можно выбрать лучшего. Надо же судьбу решать Россией. А пока у нас президент самый сильный, самый красивый. Мы его все любим. Мне уже почти вот 80 через год будет. Но все равно я переживаю за Россию. А как же. Все болеем. Так что мне и дети. Все пойдем. Создание особо охраняемой природной зоны под Анапой не повлияет на деятельность аграриев. Об этом сегодня сообщил фермерский омбудсмен Вячеслав Легкодух на встрече с аграриями Темрюкского района. Цитирую. К будущему природному парку прилегает около 70 земельных участков 45 фермеров. Вместе с юристами мы проанализировали их деятельность и пришли к выводу, что формирование новой особо охраняемой природной зоны не помешает им продолжить работу на земле. Есть ряд ограничений по сельхозработам, но они не отразятся на фермерском бизнесе, пояснил Легкодух. В Анапском колледже сферы услуг состоялся завершающий этап третьего регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills. 16 участников номинации «Поварское дело» показывали свои умения в области приготовления кулинарных изысков. За вкусным поединком наблюдала наша съемочная группа. За 4 часа приготовить 7 разных блюд. Задача крайне сложная. Причем здесь вопрос не столько во времени. Главная оценка – за вкусовые качества. А здесь жюри крайне требовательно. Фингерфурт, горячий закуску из морепродуктов, тельное в авторском исполнении, десерт с компонентом заварного крема и двумя гарнирами, винегрет в авторской подаче, котлету по-киевски и теплый яблочный пирог. Третий раз региональный чемпионат WorldSkills проходит именно в нашем городе. Анапский колледж «Сфера услуг» – одна из лучших краевых площадок именно в номинации «Поварское дело». Оборудование учебного заведения соответствует всем мировым требованиям приготовления блюд. Анапу на этих соревнованиях представляет Кристина Довтян. Она студентка третьего курса по специальности технологии и продукции общественного питания. Как отмечает руководство колледжа, поварская специальность – одна из популярных профессий среди рабочей молодежи. И не только в Анапе, во всем Краснодарском крае, и в целом по России эти направления подготовки всегда востребованы. Всегда наблюдается конкурс при поступлении на них. И студенты, которые оканчивают подобные специальности профессии, они всегда востребованы. Потому что сфера общественного питания, сфера услуг у нас развивается, расширяется, и выпускники востребованы всегда. Конкурс завершен. Экспертная комиссия оценила работу участников. Во внимание принималось время подачи, визуальное впечатление от блюда, стиль и креативность, сочетание и гармония вкуса всех компонентов блюда. Все участники с заданием справились в полном объеме и в срок. По итогам конкурса победитель будет представлять свое муниципальное образование на всероссийском этапе чемпионата WorldSkills, который пройдет в ноябре на Сахалине. Александр Кореневский, Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.